В прошлом занятии мы говорили о формальном, а не формальном обучении и о том, как оценивать его эффективность. Сегодня поговорим о разных уровнях обучающих программ. В нашей стране совсем недавно введен в действие баллонский стандарт образования. В высшем образовании баллонский стандарт делится на две ступени. Это бакалавриат, магистратура и продолжить обучение после магистратуры можно в докторантуре. Посмотрим, чем эти программы отличаются и какие есть нюансы обучения на каждой из этих программ. Прежде всего, кто такие бакалавры? Действительно, это те люди, которые носят на голове странные квадратные шапочки. Но что эти шапочки значат? Бакалавр – это первая ступень обучения в высшем учебном заведении. На бакалавриат можно поступить после школы, после окончания общеобразовательного учебного заведения. Бакалавриат, как правило, предлагается в течение четырех лет и включает в себя достаточно много общеобразовательных предметов. Только на третьем курсе обучения бакалавр начинает получать какую-то специализацию. Тем не менее, уровень бакалавриата подразумевает, что человек уже начинает задумываться о каких-то исследованиях, о какой-то научной деятельности, которая может вестись. Бакалавриат – это первая ступень образования, после получения которой вы сразу можете устроиться на работу по специальности. Какие есть акценты в обучении бакалавриата? Обучение на бакалавриате в основном сосредоточено, чтобы узнать тот объем знаний, который накоплен под той или иной конкретной специальности. Оно включает в себя и общеобразовательные предметы, и некоторые профильные предметы. Что ожидается от бакалавра? От бакалавра ожидается знание того опыта, который был накоплен человечеством до того, как вы пришли на программу обучения, и умение об этом опыте рассказать. Как правило, задания нацелены именно на этот уровень. То есть вам рассказывается, скажем, урок об истории церкви, о том, какие происходили события, какие были задействованы, силы политические и государственные, какие люди принимали участие в этих событиях. И на экзамене, соответственно, вас попросят изложить весь этот материал. Ничего дополнительного к этому вас не спросят, потому что уровень бакалавриата подразумевает в вас знание и постижение того опыта, который уже существует по данной конкретной специальности. Если, окончив бакалавриат, ваша тяга к учению еще не иссякла, то вы можете пойти учиться на магистратуру. Магистратура считается уже более научной сферой деятельности, которая больше заострена на какие-то исследования или на преподавательскую деятельность по этой специальности. Программа магистратуры охватывает два года обучения. На этих двух годах обучения гораздо больше предметов, связанных с вашей конкретной специальностью. Общеобразовательных предметов не так много. Подразумевается, что на бакалавриате вы уже выучили то, что вы должны знать по этой специальности. Обучение на магистратуре имеет определенные характеристики. Как правило, на магистратуру идут люди, которым уже больше 20 лет. То есть это люди взрослые. И отношение педагогов к магистрантам уже такое, как к взрослым людям. Если на уровне бакалавра осуществлялся определенный контроль, как вы выполняете домашние задания, то на магистратуре никто не будет вас спрашивать на лекции, сделали вы дома домашнее задание или нет. Подразумевается, что домашние задания должны быть выполнены вами самостоятельно. Более того, уровень лекционного материала на магистратуре гораздо меньше. Зато задания, которые даются вам, гораздо более сложные и требуют вашего самостоятельного изучения. Например, вместо одной-двух книг, которые вы получили бы на программе бакалавриата, в магистратуре вам дадут прочитать 4-5 книг по данному вопросу. И задание может звучать, как сопоставить взгляды этих авторов, определить их сходство и различия, определить, насколько близка ваша позиция к кому-то из этих авторов. Вы видите, этот уровень заданий просит не просто изложить тот материал, который вы прочитали, а также пропустить его через свой опыт, обобщить мнение 4-5 авторов по данному вопросу. По окончании магистратуры, если все же вы хотите продолжить ваше обучение, вы можете пойти учиться дальше. Эта программа в нашей стране называется аспирантура. Вы поступаете туда с намерением писать исследования, писать диссертацию по какой-то определенной специальности. поступая в аспирантуру, вы получаете еще более сложный вид обучения, который подразумевает, что вы хотите делать эту научную работу, и вам даны учебники, вам даны курсы, вам даны преподаватели или научные руководители для того, чтобы вести вас по этому пути. В аспирантуре обучение идет еще с большим упором на самостоятельное обучение, и в конце вы пишете диссертацию. Кандидатская диссертация защищается достаточно через сложную процедуру перед ученым советом. По окончании защиты, если вы успешно ее прошли, вам присваивается степень кандидата наук. В нашей стране существуют некоторые отличия от опыта европейских стран, в которых после магистратуры существует только один уровень обучения. У нас докторантура разбита на два этапа. Это, как я уже сказала, аспирантура и докторантура. Существует степень кандидата наук, которая в западных странах приравнивается к высшей степени доктора философии или PHD. У нас, после того, как вы закончили кандидат наук, вы можете еще продолжить свое обучение в докторантуре и получить степень доктора наук. Выше этого обучения нет. Даже если у вас осталось рвение к учебе, вам придется заниматься этим вопросом самостоятельно и изучать ваш предмет уже в русле работы в каком-то научно-исследовательском институте или в преподавательской деятельности. Итак, сегодня мы с вами поговорили о различных уровнях обучения, об бакалавриате, о магистратуре, об аспирантурии и докторантуре и о том, какие особенности обучения есть на каждом из этих уровнях.